Первый и пока единственный груминг-салон открыт в Реутове. Там можно сделать креативную стрижку под шиншиллу, маникюр, пройти спа-процедуры, но только собакам и кошкам. Удовольствие это не из дешевых, но хозяева тратятся готовы. Анна Чернова узнала, насколько широк рынок услуг для четвероногих, приценилась и поняла, что сейчас содержание даже маленькой собачки слишком дорогое удовольствие. Беленькая платьица. Это для чистеньких собак, ухоженных. Платья и комбинезоны разных моделей и расцветок, повседневная одежда и на выход. Вся предназначена для собак. Продавец-консультант Анастасия рассказывает, сейчас наряжать своих питомцев это не только модно, но и просто необходимо. Разные хозяева выбирают совершенно разные одежды и разные комплектации. То есть некоторые приходят, выбирают куртку, под куртку обувь, под обувь там ошейник. А, например, если вот эти ботиночки брать, это именно на дождь идет, ну, когда дождливая погода. Вот, и тоже собачкам одевают, чтобы потом не мыть лапки. То есть это все как с детьми, как с людьми. Вещи для четвероногих, удовольствие не из дешевых. Цены начинаются от 500 рублей и ограничиваются только широтой кармана хозяина. Но и этого мало. Состоятельные хозяева стараются одеть своего питомца от кутюр. Знаменитые дизайнеры наряду с обычными коллекциями уже выпускают линию одежды для собак. Я хотела бы сделать комплексную стрижечку и какой-нибудь креативчик. Внешний вид тоже важен. Правильную стрижку поможет выбрать мастер в груминг-салоне. Для животных здесь, как и для людей, весь комплекс услуг. Стрижка, укладка, маникюр и даже спа-процедуры. Только вот косметика используется специальная. Йорк по кличке Кетчуп на стрижку приходит не в первый раз. Поэтому на столе у мастера почти не переживает. Ты такой мальчик хороший, да? Стоишь так отважно. Хозяйка собаки тоже спокойна. Говорит, наводить красоту своему питомцу старается раз в два месяца. Иногда экспериментирует. Выбирает креативные стрижки. Например, под шиншиллу. Но чаще комплексную подравнивает когти и шерсть в ушах. Такая обходится в 1800 рублей. Удовольствие не дешевое, но главное, что кетчуп счастлив. Мы с кетчупом периодически посещаем груминг-салон, для того, чтобы он был ухоженный, красивый. Ну и плюс это, конечно же, здоровье. Мы делаем самые разные стрижки. То есть, соответственно, на лето мы стрижем его покороче, да, потому что мы часто ездим на дачу. Соответственно, на даче у нас всякие там цветочки, там, клещи, кузнечики, мамочки и так далее, да, чтобы все это меньше прилипало. Сами грумеры уверены, главное не перестараться. Однако полет фантазии некоторых хозяев удивляет даже бывалых собачьих стилистов. Покрасить собачку под, например, взять породу шпиц под панду. Очень распространенное явление. Вот, кошечку под тигра. То есть, ну вот такие вот незамысловатые. Покраска стразы в уши. Ну, слава богу, не пробивают пока ушей. В столице для братьев меньших есть и специальное такси. В обычном собаку или кошку перевозить запрещается. А это специально оборудовано для четвероногих. И по салону можно гулять. Стоит оно дороже человеческого. В среднем поездка 1200 рублей по Москве. Маршруты разные. Кто-то просит отвезти собаку на выставку, дачу или в ветклинику. Для многих четвероногих поездка – это стресс, говорит водитель такси Алексей. Если переживают, волнуются, те собаки, которые катаются частенько, ведут себя спокойно. Индустрия, обслуживающая животных, развивается активными темпами. Стилисты для собак, водители и даже няни. Это не предел, уверены специалисты. Совсем скоро у собак будет все, как у людей. Ведь спрос рождает предложение. Анна Чернова, Николай Астахов для РТВ.